Президент Садыр Джапаров в рамках рабочей поездки в Нарынскую область открыл обновлённый контрольно-пропускной пункт Торугар-2 на кыргызско-китайской государственной границе. Главу государства проинформировали, что КПП построен в 1993 году и в настоящее время условно называется Торугар-1 и Торугар-2. Из-за того, что Торугар-1 был построен в 1993 году, о Торугар-2 в 2010-2018 годах при поддержке Китая. На сегодня въезд к данному КПП очень резкий, объекты расположены неудобно, парковочных мест почти не предусмотрено. Комплекс Торугар-2 нуждался в реконструкции. Отмечается, что техническое оснащение, установленное на КПП, не соответствует сложившейся нынешней ситуации, так как мощность действующего досмотрового комплекса составляет 20-25 автомобилей в час. Но в условиях Торугар-2 проверить более 15 автомобилей в час не представляется возможным. Проектная мощность Торугар-2 – 150 машин в сутки. Сегодня через данный КПП ежедневно проезжают более 300 автомобилей. На сегодня проведена реконструкция административного здания комплекса Торугар-2 с устройством шести полос движения, установкой крытых утепленных ангаров, где одновременно может проводиться таможенный контроль в отношении шести транспортных средств. Кроме того, для облагораживания эффективного использования территории пункта пропуска проводятся мероприятия по сносу ветхих и нефункциональных сооружений и зданий для дальнейшего устройства дополнительных стояночных мест, оптимизации схемы движения транспортных средств в пределах территории пункта пропуска, чтобы влиять на увеличение пропускной способности пункта пропуска. Также проведена реконструкция общежития для пограничников. Ознакомившись с деятельностью КПП, президент подчеркнул, что улучшенная инфраструктура контрольно-пропускного пункта должна постоянно соответствовать необходимым стандартам. Важно создавать наиболее благоприятные условия для транспортных средств, пересекающих границу. Кроме того, Садыр Джапаров предложил с весны следующего года увеличить количество рабочих часов по схеме 24 на 7. Вместе с тем, глава государства поручил принять все необходимые меры по обеспечению бесперебойной работы автоматизированных таможенных систем. Далее здесь же президент Садыр Джапаров осмотрел реконструированное здание общежития для пограничников.